Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Сегодня мы поговорим с вами о том, как приготовить раствор фитоспорина на основе вот такого вот препарата, который называется фитоспорин М в виде пасты и как улучшить его свойства для того, чтобы действительно получить хорошее, ценное средство для биологической защиты растений. Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую на канале Процветок. Фитоспорин является достаточно широко известным препаратом на основе сенной палочки и выпускается в разных видах. Наиболее эффективным, как мы показали на практике, является препарат в жидкой форме. Все остальные формы, к сожалению, не содержат живых клеток, а ведь ценность этого препарата состоит в том, что живые клетки в процессе своего роста и развития экстрагируют, то есть выделяют в ту среду, в которой они живут, всевозможные ценные вещества. Кроме того, живые клетки способны внедряться в само растение, либо располагаться на поверхности растения, на листьях, на корнях, на стеблях и осуществлять длительную защиту растений от посягательства различных патогенов. Ну, вероятно, производитель для удобства реализации препарата придумал и вот такую вот форму в виде пасты. В соответствии с инструкцией необходимо вскрыть пакет и растворить содержимое пакета, а содержимое пакета представляет из себя вот такую вот пасту, растворить в 400 мл воды. И после этого раствор будет готов. На самом деле исследование различных партий вот этого препарата показало, что на самом деле вот раствор еще не готов, еще не совсем готов. Не готов он почему? Не готов он по той причине, что в данном растворе отсутствуют живые клетки, а также отсутствуют вот эти ценные антибиотические компоненты, которые определяют такую стартовую, сильную стартовую ценность данного препарата. Значит, как я предлагаю улучшить вот эти свойства защитные и фитостимулирующие данного препарата? Конечно же, в первую очередь его надо растворить. Мне сложно сказать, что здесь находится в базовом составе, но скорее всего, я так подозреваю, что это сгущенная или меласа, или что-то подобное. То есть это некие источники энергии для вот этих самых бактерий. По крайней мере, оно вот так вот выглядит, что это какой-то источник энергии углеводистый. Почему? Потому что именно на такого коричневого цвета растворах, содержащих кукурузную меласу, а это продукт переработки крахмала, продукт переработки картофеля, продукт производства сахара или крахмала, вот эта меласа, она обладает такими сильными энергетическими свойствами для различных микроорганизмов. Ну и когда всё это растворится, а я вам рекомендую растворять это в такой основательно тёплой, не в холодной, а основательно тёплой воде. Почему? Потому что споры сенной палочки не боятся даже кратковременного кипячения. То есть даже если вы в течение 10 минут прокипятите вот это всё, споры никуда не денутся. А клеток живых там, к сожалению, и так нет. А нам надо добиться, чтобы здесь было много живых клеток, и чтобы в растворе появились антибиотические вещества. Таким образом, я вам рекомендую взять не 400 мл воды, а 1 литр воды, в котором вот это всё добро разбавить, после чего добавить сюда, ну у меня бел вита, я буду добавлять почти полный колпачок этого удобрения. Почему? Потому что оно содержит все необходимые минеральные соли для роста и развития сенной палочки. и добавлю сюда на этот литр воды. Тут уже объём общий немножечко больше. Почему? Потому что, ну мы же добавили ещё и эту пасту. И всё это как следует помешаю вот так вот таким вот образом. И никаких углеводов, то есть никакого сахара, ничего сюда добавлять не нужно. Сенная палочка вот в этой чёрной пасте для себя всё необходимое найдёт. По крайней мере, опыт говорит мне, что она здесь, в этой системе, хорошо нарастает, хорошо активизируется, и примерно через 5 дней на поверхности жидкости вы увидите такой белый налётик. Я вам его обязательно в наших следующих выпусках покажу. И этот белый налётик будет свидетельствовать о том, что препарат ваш живой, и он уже полностью готов к использованию в соответствии с этой инструкцией. То есть дополнительно, там каким-то больше или меньше разбавлять его относительно этой инструкции не нужно. Он будет весьма и весьма эффективен. Таким образом, с помощью этого метода мы убиваем, можно сказать, двух зайцев, даже трёх. Первое. Мы проверяем, является ли препарат живой, стоит ли нам на него рассчитывать. Определяем это по наличию роста бактерий синой палочки на поверхности жидкости. Второе, что мы делаем, это насыщаем наш раствор хорошими концентрациями антибиотических веществ. То есть разгоняем, получаем живые клетки, которые там активно функционируют и в полной мере выполняют свои функции. Понимаете, когда вы просто замочите в нём семена или просто опрыскаете, ну пока там эти споры, пока они превратятся в клетки, пока эти клетки размножатся. Там уже всё высохло и уже все болезни туда напали. Всё уже, никакого толку. Ну разве что поливать можно. И то ещё неизвестно, как в конкурентной среде эти споры там активизируются. И третье, что мы делаем, мы получаем больше, чем в два раза, в три раза больше препарата по сравнению с тем, который мы купили от производителя. Таким образом мы ещё и хорошо экономим свои денежки. Что ж, желаю вам здорового урожая, желаю вам процветания и благополучия. Всего хорошего. И вот такой вот бонусик небольшой. Вот вчера я в этой штуке разводил фитоспорин пасту и снимал где-то ролик в районе 6 часов вечера. Ну а сегодня ещё 9 утра не было. Просто при комнатной температуре оставил. И смотрите, что здесь есть на поверхности. Вот это островки роста. Я пообещал 5 дней. Ну через 5 дней будет плёночка сплошная. Ну а вот эти вот островки роста сенной палочки, я их уже помикроскопировал, чтобы убедиться, что это действительно сенная палочка, а не что-то там другое, потустороннее. Вот эти островки роста уже здесь наблюдаются. Это значит, что А. Она нашла здесь себе питание, сенная палочка. Б. Препарат был живой и даже хороший живой такой вот. Всё хорошо проснулось. И в течение по крайней мере 5 дней я это буду культивировать и получу очень-очень хорошую концентрацию всего, что поможет защитить растение от целого большого комплекса болезней.